Эта школа находится в жилмассиве Алтанурдо. На сегодняшний день строительство завершено на 90%. Школа рассчитана на 500 учеников. Здесь имеется столовая, лаборатория, актовый зал, спортивный зал, а также душевая для учащихся. Сейчас в здании новой школы полностью завершена установка внутренних инженерных сетей. Ведутся работы по внутренней и наружной отделке. Также закончилась заливка и стяжка пола. Устройство кафеля для стен. Строительство здания началось в 2021 году. В середине года работа приостановилась и возобновилась в сентябре 2022 года. Школа будет трехэтажной. В настоящее время идет благоустройство территории. Предусмотрены все удобства для детей, в том числе санитарные. Также строится отдельная котельная. Здание можно будет отапливать газом и углем. На территории работает около 130 строителей. Площадь земли – полтора гектара, а площадь самой школы – 3500 квадратных метров. Ее планируют создать в эксплуатацию к 15 августа. Новой школе рады все жители жилмассива. По их словам, дети ездили учиться в город. Ученикам младших классов было сложно преодолевать дальнюю дорогу. «Мы 17 лет мучились без собственной школы в жилмассиве. В городе наших детей принимали не во все учебные заведения из-за отсутствия мест. К тому же много времени занимало заполнение документов. Зимой утром в темноте учеников начальных классов нужно было отводить и забирать школы для родителей. Это очень сложно, так как все они работают. У меня пятеро детей. Все закончили разные школы. Нам было очень трудно, особенно с транспортом. Когда автобусы переполнены, дети не могли доехать. Сейчас у нас строится современная школа. С нетерпением ждем ее открытия. Мы надеемся, что из нашего села выйдут образованные молодые люди. Благодарим государство за то, что уделяют нам внимание». Все образовательные учреждения строятся по современным стандартам. Это будет способствовать повышению уровня образования. Также в новых школах ученики смогут посещать разные курсы, что даст им возможность проявить себя. «Школы строятся по современным стандартам. Предусмотрены компьютерные, лабораторные, хореографические и музыкальные классы. На девяти школах также предусмотрено строительство котельной, которые будут работать как на твердом топливе, так и на газе и электричестве. Завершение объектов планируется к первому сентябрю, а некоторые из них будут завершены к 15 сентябрю текущего года». Отметим, что на сегодняшний день в Бишкике строится 15 школ и один детсад за счет республиканского бюджета. Распоряжением Кабмина в 2022 году на строительство объектов образования было выделено полтора миллиарда сомов.